Игнатиевское шоссе обзавелось новой автобусной остановкой, временной. Ее оборудовали на правоповоротной полосе перед улицей Дьяченко. На время ремонта ливневого коллектора из стей водоснабжения в районе рынка ГСТК. На каких еще участках областной столицы трудятся коммунальщики, расскажу вам я, Дмитрий Козлов. Здравствуйте! Сейчас краткий анонс основных тем выпуска. Побелел за считанные часы. Погода поставила новый температурный рекорд. Благовещенские специалистам ГСТК подкинула работы. Условия простые. Приз заманчивый. Город-24 разыгрывает среди своих подписчиков в Инстаграм два билета в виртуальный мир. Минус 3,5 килограмма. Амурская джуистка рассказала, как ей далась бронза первенства мира и поедет ли она на состязание снова. Самую теплую ночь за всю историю метеонаблюдений подарил горожанам ноябрь, превысив рекорд 60-летней давности почти на градус. В первой половине ночи столбики термометров опустились до минус 4,8 градусов. До этого почти так же было тепло 18 ноября 1957 года. Тогда фиксировали минус 5,5 градусов Цельсия. Что касается осадков, синоптики говорят, подводить итоги рано. Благовещенский за ночью упало 2,2 миллиметра снега. Это 44% декадной нормы. И этот незначительный покров усложнил жизнь специалистам ГСТК. Первая бригада вышла на дороги Амурской столицы ночью. Снег убирали на Ленина, Театральной, Нагорной, Магистральной, Горького, Калинина и 50-летие октября. Противогололедной смесью посыпали перекрестки, автобусные маршруты, мосты. Ушло 300 тонн. В нем все работы продолжились в других районах города. Благовещенские на два дня перекрыли часть улицы Шимановского. Причиной стал ремонт на сетях. Полностью недоступным для движения стал квартал Шимановского между Красноармейской и Октябрьской. Там на сетях водоснабжения случилась авария. Устранять ее начали с 9 утра четверга. Закончить коммунальщики обещают 9 вечера пятницы 19 ноября. Городских автолюбителей просят выбирать для проезда альтернативные маршруты. Активно коммунальщики трудятся и на другой улице Кузнечной. Там меняют участок канализационного коллектора. Прежде специалисты ЭКС подготовились. Проложили временные сети канализации и электроснабжения на пересечении Кузнечной и Октябрьской. Там же поставили насосы. Сейчас подрядчик установил первые колодец и одну из труб. Их привезли из Китая. В России такие не производят. Ждали необходимый водоотвод несколько месяцев из-за пандемии и закрытых границ. Позже столкнулись и с другими проблемами. Ввиду высокого уровня грунтовых вод и довольно-таки большого количества дождей, которые у нас летом в последнее время выпадают, приступить к работам в теплый период года у нас просто физически не получалось. Нам очень сильно мешала грунтовая вода. Сейчас, с сентября месяца, дожди практически прекратились. Уровень воды упал. Всего коммунальщики уложат 162 метра коллектора. На благовещенцах ремонт никак не отразится. Все стоки перекачивают временными насосами. Жители маховой падень досчитались одной лавочки в новеньком сквере возле ручья Буяновский. Кто-то утащил, подписали авторы видео в инстаграм-паблике. Скамейки установили совсем недавно в рамках проекта по благоустройству территории. Подрядчик документально еще не сдал работы, поэтому лавочки на его балансе. Ставить новую на место пропавшей строителям придется за свой счет. В полицию решили не обращаться. Городские власти, в свою очередь, призывают благовещенцев бережнее относиться к новым обустроенным территориям. Ведь в первую очередь это делают для людей. Помимо благоустройства общественных территорий, в этом году масштабные работы развернулись и в учреждениях образования. За время ремонтной кампании строители провели реконструкцию трех школьных стадионов, отремонтировали фасады зданий, заменили окна, привели в порядок прилегающие территории. Как преобразился один из самых больших детсадов города 47-й и почему этого так ждали, расскажем прямо сейчас. Добрый доктор Айболит, он под деревом сидит, приходит ему лечиться и корова, и волчица. Кроме воспитателя и детских голосов, в этом детсаду во время дождей была слышна капель. Иногда прямо в группах на втором этаже. Добрый доктор Айболит здесь явно нужен был кровли. У нас течь была, ну вот прям протекала здесь. И в спальне тоже была протечь. И вы знаете, даже протекала под электрическую лампу, что вызывало беспокойство. Нам приходилось обесточивать лампы. Все ради безопасности малышни, рассказывает заведующая 47-м детским садом Галина Дружинина. Параллельно мечтали о ремонте крыши. Здание в феврале отметило юбилей 50 лет. И за все это время капитально кровлей и не занимались. В этом году благодаря городским и областным властям ситуацию исправили. На ремонт направили 5 миллионов рублей. Большая часть средств из регионального кошелька. Как подрядчик выполнил работу, выехала осмотреть заместитель мэра Виктория Хопатько. Руководство детсада поделилось. Они очень довольны. Но остались и другие проблемные вопросы. Это наша территория. Территория находится в низкой части, поэтому требует, конечно, капитального ремонта и вмешательства. Топит при каких условиях? При дождливой погоде, когда идут ливневые дожди длительные. Территория полностью затоплена. Виктория Хопатько отметила, что территория детсада обязательно займутся в ближайшие годы. Надеются власти, что удастся зайти с ремонтом и в другие учреждения образования и продолжить начатые в этом году программы. Этот год, юбилейный год для города Благовещенска, отличился, конечно, масштабными работами в образовательных организациях и в детских садах, но особенно в школах. В этом году муниципалитету была оказана беспрецедентная финансовая поддержка от губернатора Амурской области, от Министерства образования. Так, например, в этом году только на модернизацию системы дошкольного образования в Благовещенске направили порядка 48 миллионов рублей. Кристина Слепцова, Дмитрий Тарасов, программа «Город». Детский футбольный центр может появиться в Благовещенске. Предложение его создать получила третья юношеская спортшкола. Но для этого необходимо выполнить ряд условий, которые выдвигает Российский футбольный союз. Об этом в Инстаграм рассказал мэр Олег Амамеев. Из требований футбольного союза ввести ставку спортивного врача, организовать набор девичьих команд и прочее. Зато взамен спортшкола получит средства на модернизацию инфраструктуры. В том числе новое поле, гарантированное участие благовещенских команд в турнирах детской юношеской лиги с полным покрытием расходов на проезд и проживание. Сейчас власти обдумывают, как выполнить все требования. Также, отметил Олег Амамеев, в третьей дю США в следующем году может появиться новое отделение. Это крытый футбольный манеж. Его планируют возвести в районе КПП, около второй поликлиники, благодаря поддержке Василия Орлова. Место выбрали не случайно. С прошлого года власти стараются оснащать различными спортсооружениями отдаленные районы. В этом году обустроили площадку для воркаута на Тайване, общественную территорию с волейбольным кортом в маховой паде, идет оборудование зоны отдыха с памп-треком в микрорайоне. Это лишь часть проделанной работы, и в 2022 году, поделился мэр, ее продолжат. Бронзовую медаль с первенства мира по джиу-джитсу в дисциплине Неваза в Благовещенск привезла 18-летняя Лиана Раснадзе. Соревнования прошли на прошлой неделе в Абу-Даби. Сама спортсменка призналась – джиу-джитсу попала практически случайно. На тренировки пришла за компанию с подругой и поначалу о медалях не грезила. Теперь же золото на мировых состязаниях – ее главная мечта. Задача такая же – мы контролируем ноги, обходим, ставим колено на живот, он криветель, и мы выходим здесь на болевой прием. Колено на живот, контроль ног, болевой прием. Пока спортсмены усиленно готовятся к соревнованиям, у Лианы Раснадзе – передышка. Небольшой отдых она точно заслужила. Главный старт этого года для 18-летней спортсменки уже позади. К первенству мира в Абу-Даби девушка готовилась с февраля. Финальным этапом стали 10-дневные сборы. На Россию мы готовились, я ходила только на вечерние тренировки. А перед миром у меня были уже и утром, и вечером тренировки. Меня освобождали от учебы, я только вот тренировалась и гоняла вес. Изначально вес был 51-50, вот так колебался. Я гоняла до 48-ми, в итоге встала на весы и показала вес 47-500. Прошедший мир стал для мурчанки четвертым. В предыдущей поездке привезти медаль Лиане никак не удавалось. В этом году в Арабские Эмираты ехали с четкой целью – за победой. Но пройти финал ей все-таки не удалось. Как это часто бывает, из-за досадной ошибки место досталось другой спортсменке из Франции. Честно, хотелось убить ее. Потом поговорили, разобрали ошибки, настроились, ну и вышли с хорошей мотивацией на поединок. Правильно все дело выполняла, все мои инструкции, указания и победила. Я потом видел арабскую спортсменку уже в зоне разминки. Она, честно говоря, сидела и оплакала, где-то даже было на нее жаль. Сейчас у Лианы появилась возможность немного отдохнуть и заняться учебой. В следующем году мурчанка заканчивает колледж, станет специалистом по туризму. Дальше в планах у девушки поступить в ВУЗ и, конечно, участие в очередном первенстве мира. Оттуда она намерена приехать с золотом. Алена Лепкалова, Юлия Мишурнова, Дмитрий Козлов. Программа «Город». Миллиард рублей из федерального кошелька получит Преамурия. Деньги пойдут на поддержку аграриев, урон которым нанес летний паводок. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин. В Преамурии от наводнения сильно пострадали сельхозкультуры и животноводческие предприятия. Правительство посчитало, миллиарда хватит на помощь двум сотням организаций и трем тысячам фермеров области. На эти средства они смогут погасить лизинговые платежи и проценты по льготным инвестиционным кредитам. Вместе с Амурской областью федеральные деньги на поддержку аграриев получат также еврейская автономия, Якутия, Хабаровский и Забайкальские края. Всего на эти цели из бюджета страны направят миллиард четыреста тысяч рублей. И к другим темам. Благовещенская молодежь и СОВЗ помогут найти работу. Всю полезную информацию получится найти на сайте городской администрации. Там размещен баннер трудоустройства молодых горожан СОВЗ. Также на сайте есть контакты Центра развития молодежных и общественных инициатив «Выбор». Его специалисты проконсультируют по интересующим вопросам и помогут с поиском работы. Также в планах разработать программу по адаптации и выбору рабочего места. Кроме этого, в администрации утвердили дорожную карту реализации мероприятий по содействию в трудоустройстве молодежи с инвалидностью и ОВЗ. Программа «Дети без границ» стала одной из победителей регионального этапа конкурса «Лучший социальный проект». Его итоги озвучили в Благовещенске. Победители премии получили меры поддержки для своих проектов от регионального центра «Мой бизнес» и возможность представить регион на федеральном этапе конкурса. Поздравила авторов, которые завоевали награды, и заместитель мэра Благовещенской Виктория Хопатько. Она отметила, что пришло время объединиться НКО и бизнесу и при поддержке властей создавать новые интересные проекты, в том числе связанные с историей нашего города. Сотрудникам города пришлось на несколько часов перевоплотиться в сыщиков. Все потому, что на связь перестал выходить мой коллега, ведущий новостей Александр Белов. Его друзья сообщили, в понедельник рано утром он быстро собрал вещи в сумку и молча уехал. Нам удалось восстановить хронику событий, отследить маршрут Александра и узнать, куда он исчез. А наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире. Через год. Катюк, привет. Привет, Сань. Пошли чай пить. Не, сейчас. Занято много. Так, носки, носки теплые. Блин, нужны они мне там, не нужны. Да ладно. Не вздумай. Нет. Ну, елки. Я ему все желал, он сам все знает. Так что, я думаю, что он прослужит достойно и все у него будет хорошо и вернется через год. И, надеюсь, к вам даже вернется. Он всегда показывал себя как очень дружелюбный человек, очень коммуникабельный. И мне хотелось бы, чтобы все он свои вот эти качества сохранил, чтобы ему повезло, ну, если это так можно, коллективом, да, в армии назвать коллективом. Мы всегда ему говорим, что его место ведущего за ним, только ему нужно будет отрастить волосы. Агора-24 отправит своих подписчиков в виртуальную реальность. Попытать удачу и выиграть два билета в игровое пространство может каждый благовещенец. Условие простое. Поставить лайк публикации в Инстаграме и в комментарии отметить друга, с которым хотели бы попасть на арену виртуальной реальности и сразиться с противниками. Победителя мы определим в пятницу, 19 ноября. А использовать сертификаты получится до 31 декабря включительно. Стать свидетелем запуска ракеты с космодромом Восточный или прогуляться по подвесным мостам Пенежья могут посетители Краеведческого музея. Там установили интерактивный бинокль, окно и стол. Они переносят амурчан в разные уголки области. Эта новость завершает наш выпуск. В студии для вас работал Дмитрий Козлов. Будьте здоровы и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова